Хей, всем привет, с вами Женя, мы продолжаем играть в 100 детей, мы мощно врываемся в следующую серию. Мать, что происходит? Ты решила все убрать? Прекрасно. Так, у нас сейчас ночь, у нас сейчас ночь, поэтому, поэтому давайте девочки займутся чем-нибудь полезным. Я хочу, чтобы Дженна немножко попрограммировала, потому что у нее программирование, она себя чувствует плохо. Да ну иди сюда, иди сюда, тебя сейчас точно отпустят, я тебе мамой клянусь. Конечно, только посуду побросала грязную, и сразу отпустила, сразу отпустила. Да, конечно же, они все ставят на унитазы, почему я забыла, почему я забыла, что они теперь все ставят на унитазы. Так, пусть она попрограммирует, мать беременная, как дела? Она читает здоровый образ жизни, так как заниматься йогой она не может. Но, я вам напомню, нам нужно прокачать здоровый образ жизни до 10 уровня, и тогда мы сможем избавиться от ее астмы. Ее астма, сейчас, где? Где? Астматик, все, на месте, все, астма никуда не делась, к сожалению или к счастью. Так, у нее сейчас здоровый образ жизни, ну вот качается, почему-то 2, второй уровень, подожди, почему не качается здоровый образ жизни, укрепление, связанное между телом и разумом. А что не так-то? Подождите, рисунок, воспитание. Здоровый образ жизни, том 3. Подождите, а у кого второй том? Механика. Вот. Может быть так? Может быть навык не повышается, потому что книга первого уровня тебе не нравится. Где ты? Так, и надо вот это тоже убрать. Итого, план на сегодня. План на сегодня у нас. Нам нужно собрать все доказательства. На данный момент у девочек... Да, вот качается все. А то я... Так, знаете, давайте что сделаю? Бункер, конечно, невероятно красивый, но эта штука меня бесит. Извините, конечно, я удалю. План на сегодня. У девочек по 2 доказательства. Нам нужно получить... Собрать тайное досье. По-моему, там нужно будет еще вытрясти магнитный ключ, выбить из человека. И только после этого мы сможем попасть в лабораторию. Я не уверена, что мы сегодня сможем попасть в лабораторию. Потому что я не уверена, что мы в целом успеем это сделать. Но сегодня мы однозначно собираем все доказательства. Собираем тайное досье. И попытаемся выбить ключ. Еще. Нам сегодня нужно захватить дуршлаг на голову. Потому что без дуршлага на голову никто... Ни один себя уважающий конспиролог не будет разгадывать тайны Стрэнджер Виля. Ребята работают с 9 утра. Сейчас 5.50. Вы понимаете, как бы, да? Мы ждем, когда заработает лавка. Мне рассказали, как купить дуршлаг. Я без дуршлага отсюда сегодня не уйду. Эмилия. Рожает, не рожает, хрен знает. Посмотрим. Качаем навыки. Всевозможные, какие только можно. Кстати, воспитание. Мне кажется, тоже нужно почитать. Прежде чем рожать. Так, собираем доказательства. Ага, покупаем дуршлаг. И еще сегодня мы обязательно отправимся к мужчинам. Но, 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 но. Сначала нужно мужчину послушать. Мы же мужчине подпихнули жучок. Интересно, а может ли Джена слушать, если Эмилия? Ага, не может. Только тот, кто... Тогда ладно, давай здоровый образ жизни отложим. Давай послушаем. У нас есть жучок на вот этом шикарном мужчине. Я хочу, чтобы она его послушала. Сейчас она мусор уберет. Потому что не зря же мы ему жучок подпихнули. Сегодня мы вломимся в военную базу. Там подпихнем еще жучков людям. Их послушаем. Может быть, потрясем еще Эндрю заодно. Потому что он же нас любит. Но он нам точно что-нибудь еще расскажет. Мы получим еще какое-нибудь доказательство. Так, как это будет выглядеть? Расскажи-ка мне. Какой жуткий, ужасный звук. Ну? Ты получаешь какую-нибудь информацию? Скажи мне, что ты получаешь информацию. У нее навык логики повышается. Нифига себе. Я думала, ты просто прослушиваешь и прослушиваешь. А это навык логики качает. Она слушает. Что они там говорят? Да, ты же получила доказательства. Нет, не получила доказательства. Но прослушивание справедливости ради еще не закончено. Просто такой, просто бункер айтишников-конспирологов. Вы просто посмотрите на этот пипец. Она еще вон думает о подгузниках. Просто ужас какой. Ну чего? Тошнит тебя? Тошнит бедную? Так, послушайте. Что мы получили? Что мы получили? Мне многое пришлось видеть в свое время. Но эта лаборатория до сих пор мурашки по коже. Стоит лишь к ней о ней подумать. Эмилия получает доказательства странно-жеревелия за секреченная запись. Подожди, куда ты пошла? Подожди, куда ты пошла боксировать? Ляг спать. Пожалуйста. Мне нужно, чтобы ты была бодра. Потому что когда мы пойдем еще подкидывать жучки... А интересно, мы больше не можем послушать? Подбросишь жучок к другому персонажу, чтобы начать слушать его разговор. Блин, это только один раз можно послушать человека? Да мы ж на жучках-то разоримся. Так, все, Харе, тоже собирайся, пожалуйста. Давай и тоже поспим. Всем нужно немножко вздремнуть и собраться с силами, прежде чем мы наконец-то отправимся дальше. Да, 3 из 15. Блин, это нам сейчас не только друшлаг на башку купить придется. Это нам сейчас придется с вами такое количество жуков просто купить. Вы себе не представляете. Потому что, блин, серьезно, у нас столько жучков нету, ну, чтобы столько натолкать. У нас есть вон сколько? 5 жучков. И тут еще 4. Нифига, короче, нифига. Ладно, придется еще подкупить жучков, но это мы не проблема. Так, хорошо, давайте мы с вами увидимся, когда они проспятся, и мы пойдем за друшлагом на голову. На этой неделе на Балашином рынке выступает отличный исполнительный. Предлагаю сходить. Блин, это же, по-моему, один из... Или нет? Это один из чуваков военных, с которыми мы познакомились. Блин, ну не хочу. Это слишком нас перебросит на Балашиный рынок. Чувак, нет, извини, пожалуйста. Это прям не по канону. Ну, как-то это будет странно, если мы просто с нихера из Стрэнджер Виля метнемся в Сан-Мишуна. Поэтому нет, не хочу рушить историю. Так. А где мой дуршлаг? Да почему не работают? Подождите, воскресенье? У них что, выходной что ли? У вас что, выходной? У вас что, выходной что ли? Блин, ребята. Ребята. Кстати, да, у нас стоит жуткая, как она называется, жуткая квартира, или как это называется, испытание. Так, так, так. Жуткие многоножки. Да, на нас постоянно кто-то кидается. Надеюсь, беременной женщине это никак не повредит. Слушай, она очень сильно хочет кушать, но я думаю, что мы сейчас вломимся к Эндрю и попросим его приготовить нам гриль. Поэтому будет... Да, она в порядке, все. Давайте отправляемся к военным. Раз дуршлага нам на голову не перепало, я не знаю, что делать. А я не знаю, что делать. Ну, я надеюсь, они к вечеру-то заработают. Или что, прям совсем придется до следующего дня ждать? Да как я без дуршлага-то на голову буду ходить? Так, еще, кстати, у меня нет объяснения, почему две непонятные, симпатичные молодые женщины просто врываются на военную базу. Ну, я не мастер придумывания оправданий, поэтому мы просто вломились. Женщина, здравствуйте, здравствуйте. Так, нам нужно постучаться в дверь. Почему-то постучаться в дверь я уже тыкала, оно вот здесь. И не спрашивайте, почему. Я тестила перед игрой, я не поняла. Она заходит, идет стучаться в дверь, и все нам открывается. No comments. Женщина, давай найдем нашего шикарного мужчину. Мужчина где? Где мужчина? Я думаю, что он должен быть здесь. Вот он. Иди-ка ко мне. Шантажировать. Шантажировать. Подождите, стойте. Говорите о Стрэнджер-Вилле. Запросить доказательства о базе. Да-да-да. Вот, запросить магнитный ключ. А что такое шантажировать? Тем, чтобы мы у него доказательства подслушали? Это шантаж? Блин. Не, ну это немножко некрасиво, конечно. Да, конечно, немножко некрасиво. Давай мы с ним поболтаем. Подбросить жучок. Давайте мы подкинем ему еще один жучок. Это, конечно, ужасно. Не, давайте узнаем, как прошел день. Мы просто ворвались с двух ног. Так, что он нам сказал? Не стоило бы вам это давать. Фотографии высоты птичьего полета. Она получает доказательства. Слушайте, у нас Эмилия просто рвет вообще все. Она просто все. Она выманивает вообще всю информацию. Давайте мы подбросим ему еще один жучок. Да, потому что, чтобы было. А есть что поесть? А есть что покушать? А у вас есть что-нибудь поесть? Печь, готовить, приготовление консервов. Так, быстро перекусить бутерброд с арахисовым желе. Она подкидывает ему еще один жучок. Да, 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 да. Все нормально. Блин, надеюсь, он не подозревает, что мы просто его используем. Мне кажется, за него немного обидно. Так, вторая мадам. Давай по... Так, так, так. Говорить про зной. Говорить про зной. У нас здесь много. И они почему-то все не в военной форме. Но, э, ладно. Приветствовать дружески. Так, не, давайте отсечем одну жертву. Вот этот мне очень сильно нравится. Чертненький с хвостиком. Давайте отсечем одну жертву. И попытаемся выведать у него информацию. Потому что если мы просто нападем на него здесь, то это будет очень нехорошо. Хвалить дом. Говорить про Стрэнджер Виль. Она кокетливая женщина. А если она тоже у нас забеременеет, то что мы делать будем? Что мы будем делать? Так, так, так. Ну, попросить помочь, подросить жучок. Интересно, а если ты подбрасываешь жучок... Подбрасываешь жучок, когда много кто есть? Они, наверное, засекут, да? Ну, окей. Я прекрасно понимаю, что сейчас я попрошу запросить доказательства о военной базе. Он мне их просто даст. Это не проблема вообще. Я уверена, что они очень просто отдают информацию. Но давайте все-таки пообщаемся с ним. Я не хочу прям с ним флиртовать, флиртовать. Но мне очень сильно хочется как-то более-менее наладить контакт. И после этого только подбрасываю жучок. Сексапильная поза, это неплохо. Она просто ворвалась, начала флиртовать с мужчинами. Вообще офигеть. Что происходит? Кокетливая? А, она... О, боже, о, боже. Жара пошла. Так, голова болит. Оскорбить дом. Узнать, как прошел день. Давайте с остальными тоже пообщаемся. Вообще, в идеале. Конечно же, каждому из них нужно подбросить жучок. Но, блин. Ну, не знаю. Это, конечно, будет спецоперация сейчас. Так, она покушала. Сходи в туалет, пожалуйста. А потом вернемся. Мы жучков ему накидали. Уже у нас такие классные отношения. Блин. Он такой клевый. Мы тут просто поболтаем. Женщины, не обращайте внимания. Мы совсем-совсем не просим, не выведываем информацию, потому что вот эта женщина, по-моему, она как раз самая главная здесь. У нее генеральская форма, или как это правильно? Я ничего не шарю. Военные иерархии. Но у нее самая офигенная форма. Среди всех, из чего я делаю вывод, что она важнее всех остальных. Так, давай мы, слайс оф лайф, добавить в группу. И мы... Нет, подожди. Стой, 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 стой. Подожди секунду. Я сформирую группу только с Артуром, чтобы к нам Эмилия не потянулась. Пойдем поговорим с тобой о машинах. Ну, иди сюда, ну, иди сюда. Пойдем поговорим о машинах. Иди сюда, иди сюда. Иди ко мне, малыш. Иди ко мне, малыш. Так. Запросим доказательства. Ну-ка. Да он нам сейчас все расскажет, я уверена. Конечно, он все рассказал. Камон. А подбросим жучок. Нет, давайте сначала обнимем, обнимем. Ого, она уже начала подбрасывать жучок. Нет? Обнять. Подбросить жучок. Флирт на флирте просто. Мне очень сильно нравится вот этот звук каких-то жутких птиц на заднем фоне. Так, жучок пошел в дело. Ага. Не знаю, куда она его, ему затолкала, но жучок подбросен. Что такое? Не испытывать нероматических чувств. Ну, ладно. Все. Так, следующий. Следующий. У нас все-таки 100 детей. Так что, это подразумевает то, что у нас будет очень-очень много ухажеров. И ничто не смущает меня, чтобы у всех из них было очень много ухажеров. Что у одного, что у другой. Ой, давай поиграем. Играть. Вы чего? Ты чего натворила? Поболтать, поболтать. Что? Подожди. Стой, 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 стой. Куда, куда, куда? Что ты все испортила? Подожди. Тима, такие близкие друзья, что нам стоит поселиться вместе. Может, я перееду к вам? Так, если он к нам переедет, он к нам переедет на несколько дней. Это значит, что он будет нас спасти, и мы не сможем подслушивать. Он будет смотреть, что мы там делаем. Нет, у нас сейчас испортятся отношения. Что ты ему сказала? Почему у вас любовь начала падать? Она была максимальная. Что случилось? Смотрите, смотрите, что происходит. Она флиртует. Подождите, стой, ты что делаешь? Ты что делаешь? Ну, мужчина же, любовь. Признаться в симпатии. Ну, ты чего? Подожди. Флирта? Ааа, заигрывать? Ну? Я все испортила? В смысле, не я, я ничего не делала. Все, нормально. Вроде возвращается. Вроде возвращается в обычное... Она его что, шантажировала, что ли? Так, что у нас здесь? Подождите, пауза. После долгих размышлений Хэмин решает, что не хочет, чтобы Эндрю сейчас не переехал. Как ему подкинули жучок? Нет. Вроде бы она... Нет никакой информации о шантаже и так далее. Ничего такого. Что ты его сказала? Давай мы его засосем. Это ужасно, наверное, звучит, но... Выразим восхищение. Погладим по щеке. Да не, все нормально. Вот почему, когда я на тебя смотрю, все хорошо? А когда я на тебя не смотрю, то ты начинаешь творить какую-то херню. Блин, она опять творит какую-то херню. Оп! Разговарив с намеками. Ну, конечно, с намеками. Что вы тут поругались-то без меня? Ну, как бы, мне не нужно обязательно, как бы, держать с ним хорошее отношение долго. Но просто мне хочется, чтобы они были. Почему нет? Так, возвращаемся ко второй мадам. Мадам, подожди, стой, стой. Где наш ботаник? Где ботаник? Мы ботаника бросили. Где ботаник? Так, этот уже блестит. Вот ботаник. О, он один здесь молодой. Давай, молодой. Приветствовать дружески просто. Сестры, в общем, взяли мужчин в оборот. Вот, как я люблю, когда они все вместе в одном помещении. Ну, когда не нужно далеко от них друг от друга бегать. Так, давай запросим еще доказательства. Может, нам еще что-то расскажешь? Да, я беременна от тебя, поэтому расскажи-ка мне какую-нибудь информацию. Заняться в уху в палатке. Тоже неплохо, но сначала информацию. Четыре из пятнадцати. Нам нужно в лабораторию съездить, будет, походу, еще. Так, что поболтать? Так, романтик. Эмилия просто мастерски флиртует. Возможно, в душе она самый настоящий романтик. Я не спорю. Прекрасно, я рада. Так, информацию. Инфракрасная микропленка. Мы пошли отметить все это дело в уху в... Ты чего отсел? Ты чего отсел? Ты как бы не понял. Сядь сюда. Я так понимаю, этот нас спасет. Он нас спасет. Но ты все равно не имеешь к нам никаких романтических чувств. Отстань. Оп. Там уже происходит, кажется, то, что должно происходить. Вообще, ну ладно. Ну ладно. Так, я все пропустила? Блин, они все сюда сбежались. Они все сюда сбежались. Мне нужно подкинуть тебе жучок. Как тебя выманить отсюда? Нет, розы дарить не будем. Это будет слишком палевно. Хвалить дом. Спросить, есть ли пара? Ну просто так, для интереса. Ой, Артур Эвенс в восторге от персонажа по имени Дженна Брукс и хочет стать лучшими друзьями. Ну, блин. Ну, давайте. Ладно, пусть будет. Боже, Дженна начинает заводить полезные знакомства. Становится настоящим инсайдером в обществе. Блин, давайте. Я согласна на все. Я согласна на все. Вот, это еще и романтик. Давайте еще разок. Подожди, не уходи. Подожди, не уходи. Так, кажется, сверхсекретная информация добыта. Все. Сверхсекретная информация добыта. Следующие. Подожди, как дела? Как дела? Блондина потеряла! Блондина потеряла! Да, екарный ты, блин! Джена, подожди. Подожди, нам нужен наш блондин. Этому мы уже дали. МСИЯ. МСИЯ, идите сюда. Ну, подождите, не уходите. Подождите, не уходите, МСИЯ. И подъем! Рота, подъем! Пока никого нет. Артур и Эвен, теперь друзья. Да, да, да. У нас тут спецоперация. Подбросим жучок. Стой, 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 не уходи, не уходи, не уходи. Да, молодец. Оп. Сейчас зайдет, сейчас зайдет. Но мы обнимались просто. Никто не заметил. Смотрите, они друг друга пасут. Ну, в смысле, они, видимо, друг друга прикрывают. Реально, вы посмотрите. Они все сюда пришли. После того, как мы сюда зашли, они все сюда зашли. Я вообще не удивлена, как нас до сих пор не выперли нахер отсюда. Отсюда. Молодец, Женя. Так, а можем мы как-то поесть вот здесь? Возобновить макароны с сыром. Мы такие, ребята, давай... Ой, ты нам еду готовишь. Ты нам еду готовишь. Ты понимаешь, что твоя женщина беременная, она хочет еду? Прекрасно. Так, два из трех. Нам вообще отсечь этого ботаника бы тоже. Нам бы отсечь ботаника и с ним тоже поболтать. Недопустимо поведение, пожалуйста, прекратите. Я хотела покушать, приготовить. Покушать, приготовить. Ай. Ладно, ладно. Ну, что могу сказать? Так, тогда, тогда, тогда. Тут еще кто-то есть. Жена, стой, не уходи, пожалуйста. Нам ботаника бы отсечь. Подожди, подожди, подожди. Говори про Стрэнджер Виль. Мы просто все на всех накинулись. Так, нам бы еще женщинам закинуть. Или мы, наверное, ночью просто отправимся в лабораторию. Так, что под рушлаком? Ну, в смысле? Рушлаки не работают по воскресеньям. Нет, я не согласна. Ну, ладно. Окей. Тогда мы можем поболтать с вот этой женщиной. Женщина, давай мы с тобой тоже поболтаем. Мы не будем с тобой слишком сильно флиртовать. Это странно было бы. Оп, судя по полнению семейств. Ой, нет, нет. Я знаю, что мы сейчас просто запросим доказательства. Они нам их дадут. Я не хочу прям так быстро. Не хочу быстро. Так. Эмилия, так здорово, что вы это упомянули. Мне такие мысли тоже приходило в голову. Все хорошенько обдумаю. Поговорим, с вами расскажу. Ну, ладно. А я не знаю, что мы с ней. Судя по концевальной навыке. Было бы просто прикольно. И с ней тоже поболтать. Может быть, мы и генераль сейчас можем закинуть жучков. Так, вторая мадам. Как по ботанику? Ботан... Да она все к ноутбуку рвется. Где ботаник? Где ботаник основной? Вот он. Он еще не мерцает? Иди сюда, узнаем, как прошло. Ребят. Извините, что я вас прерву. Но мне необходима небольшая помощь. Небольшая помощь. Мне нужна... Так. Надо вот так... Слайс оф лайп. Сформировать группу. Мне нужен вот ботаник. Ой, он ушел. Подожди, 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 подожди. Надо обнять его. Надо его обнять. А потом, а потом. Подбросить ему жучок. Расследование Стрэнджер Вилли. Запросить доказательства. Нет, подождите. Обнять. И подбросить жучок. Он специально ушел. Он 100% специально ушел. Мое сердце, похоже, мильно подружилось с домоседом. Домосед предпочитает размеренную жизнь. Они не любят приключения. Нет. Блин, не уже... Нет, не нравятся домоседы. Нет, девочкам не подходит это. Так. Смотрите, эти блестят. Женщины ничего не подозревают. Последний жучок. Последний жучок. И мы можем отправиться домой. Подожди, это не последний. А, вот. Опаньки. Опаньки. Все. Молодец. Молодец. Мадам. Слушайте, у них такое хорошее состояние. У обеих. Ну, у этой немножко похуже. Давайте мы скажем все. Всем спасибо. Всем спасибо. До свидания. Ой, нет, 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 нет. Не идти сюда вместе. Идти сюда. Это тоже идти сюда. Всем спасибо. Спасибо за то, что приютили. За то, что покормили. Круто. Смотрите, какая она активная. Беременные не могут заниматься этим йогой. Но при этом могут боксировать. Как ни херен делать. Вы серьезно? Что у нее по фитнесу? Третий уровень. Офигеть. Так, девочки ушли. Девочки, отправляемся в лабораторию. Ну, мы сделаем вид, что мы поехали домой. Но никто же нас все равно не видит. Правда, да? Всем же плевать. Мы же едем в сверхсекретную лабораторию. Так, Артура, мы не берем. Мы берем Эву. Ой, Эву, господи. Эмилию. Ну, что ж. Девоньки. Надо покопаться. Надо покопаться. Искать доказательства. Искать доказательства. Давайте тут чуть-чуть копанемся. Нам, на самом деле, достаточно много надо. Здесь 5 из 15. Нам еще мужиков послушать. Слушайте, слушайте. Это надолго. Это надолго. Так, еще поищем доказательства. Я попрошу их немножко покопаться в местных кучах хламья. Но мы, я так понимаю, можем не все доказательства найти. То есть нам нужно еще подслушать. Нужно еще с кем-то поговорить. Здесь уже найдены доказательства. Вот еще есть. Так, кстати, что у тебя по родам? Скажи мне, пожалуйста. У нее просто вшарашит романтика. Просто бьет в потолок. Дитя сезона. А где ребенок-то? Ребенок. Беременность второй-три месяца через 5 часов. О, боже мой. Как это долго. О, боже. Походу, мы сегодня не родим. Боюсь, что мы сегодня не родим. Но хотя бы, хотя бы мы сможем собрать все доказательства. Вот здесь еще есть доказательства. Смотри. Так. А здесь за компом мы можем взломать и найти доказательства. Кстати, у нас достаточно навык программирования, чтобы взломать. Программирование. Пятый уровень. Я надеюсь, этого достаточно, чтобы мы взломали компы и нашли доказательства. Женщина, все нормально? Да, я и забыла, в какой позе они обычно ищут доказательства. Роются, как просто помощные еноты. Серьезно. Что еще мы можем покопать? Читать, читать. Вот еще. А это мы сейчас покопаем. И все. Боже. По-моему, больше здесь нет никаких доказательств. Здесь уже мы везде перекопали все. Все, да. Остались только ноутбуки. Остались только ноуты, да? Так. Здесь мы можем... Вот есть. Нет, еще все покопали. Блин. Блин. Ну все, тогда идем взламывать ноут. Компьютер. Так, у тебя как дела? Ты можешь здесь почитать книжки. Подожди. Читать. А, нет. Я уж подумала, что она здесь может почитать что-нибудь. А давай ты почитаешь, правда, что-нибудь. Воспитание том первый. Воспитание том первый. Ну, пока мы ждем, пока сестра взламывает. Слушайте, видимо, навыка... Навыка достаточно для того, чтобы взломать все. Так, что по навыку? Точнее, по навыку. По взлому и по доказательствам 7 из 12 здесь. Дети из 12. Эмилия, конечно, лидирует, просто потому что у нее есть ухажер и любовник из военных. Только поэтому она лидирует. Мать, понимаю, что тебе грустно, больно, одиноко, ты хочешь спать, но, наверное, второй комп нам тоже... Ой, тут столько компов. Нет, ну, придется ехать нам отдельно. Просто. Беременная женщина в сверхсекретной лаборатории. Думает о том, что ей скоро рожать и читать книжки по воспитанию, пока ее сестра взламывает компьютеры в сверхсекретной, абсолютно неохраняемой лаборатории. Ну, как бы нормально, да? Я не вижу никакой проблемы. Мне очень нравится звуковое сопровождение. Вы просто послушайте. Ты нот сломала? Да ты серьезно? Данные на компьютере защищены системой шифрования не ниже девятого уровня механики? Блин! Мы сломали все. Требуется не ниже девятого уровня навыка механики. Какой у нас уровень навыка механики? Никакой. Абсолютно никакой. Я уверена в этом. Механика пятый. Подождите, то есть мы не можем ничего сломать? Сломать? Ну, сломать-то мы можем, а взломать-то мы ничего не можем. Ну, что, тогда отправляемся домой. Тогда, да, давайте отправимся домой. Просто мы здесь больше ничего не сможем сделать. Но я очень сильно хотела посмотреть, что же там. Окей, я знаю, что там, потому что я проходила уже однажды эту сюжетку. Но, блин, как же здесь все круто и интересно. Я не могу. Так, вызываем такси. Убер заберет нас отсюда и отвезет нас домой. Так прикольно, что здесь, да, они типа уходят в пролом в стене сверхсекретной охланяемой лаборатории. Прикольно. И они исчезают, получается, в проеме. В проломе. Прикольно. Максимально говняно чувствуем себя, поэтому идем спать, жрать. Вообще все, что нужно сделать. Ой, неважно, какая разница, чья кровать. Девочки, а это вообще себя чувствует шикарно. Слушай, давай ты нам механику, может, прокачаешь. Механика, шестой, да. У нас нету ничего... У нас есть для механики. Господь, Женя! Женя, спасибо тебе за то, чтобы ты была такая умная, когда строила этот лот. Я даже для механики нам что-то поставила. Иди строй. Почему? А, тебе неудобно, что ли? Тебе что, неудобно, что ли? Подожди, я не поняла. Все работает. Все точно работало. Что ты меня позоришь? Я тут строю. Я думала, что она пройти к ней не может. А она пройти к ней может, но не может заниматься? Пожалуйста, ну не позорь, Женю. Все нормально. Все нормально. Все. Отбой. Я уже думала, что я что-то неправильно построила. А здесь нужно подойти, только после этого начну... Злезки. Это были звуки злости, извините. Так, вообще я хотела сделать, знаете, автоматические источники света, потому что бункер бункером, но нам скоро придут счета. У нас же здесь где-то был... Этот... Вот, у нас здесь есть почтовый ящик. Показать сведения о счетах. Да, нам как бы еще платить за счета, за бункер. Так что... Так, она себя чувствует более-менее нормально, поэтому сейчас она у нас будет чинить механику, как вы поняли, качать механику. За счет 64 клеток должно прокачаться быстро до 9 уровня, я надеюсь. Вторая будет чинить компьютерное программирование, и дуршлаг на голове, я думаю, ей точно поможет. И только после этого мы сможем с вами вернуться в лабораторию, чтобы, наконец-то, взломать все оставшиеся эти... Все оставшиеся компьютеры, которые там есть. Да? Так, ну, наверное, здесь будет не очень интересно, поэтому я вас, скорее всего, покину на какое-то время, пока невероятная беременная женщина качает механику. Ей не понравилось чтение. Так, беременность через 3-2... Один, как бы, второй триместр только через... Ну, только начался, короче, считайте. Надолго. В общем, я отчаливаю, вернусь к вам, наверное, ближе к утру. Ай-яй-яй! А я собиралась сесть, прослушивать людей! Я собиралась сесть, прослушивать людей! Малыш! Малыш, ты для чего тут? Эндрю хочет сделать следующий шаг в отношениях. Согласится Эмилия стать парой. О, боже мой! Он ради этого приперся к нам в бункер. Ну, давайте согласимся. Только давайте мы отправим его домой. Малыш, она тут в положении и спит. Иди! Мы тебя, вообще-то, прослушивать собирались. Да! Она! Тебя прослушивать! Иди домой! Иди домой! Да-да-да! Мужчина! Мне кажется, он несколько создает нам проблемы. Как тебя выпереть на... О, уходит! Это ты, короче, показал нам, что ты в случае чего сможешь нас защитить с ребенком. И ты отваливаешь. Я нажала отправиться домой. Куда ты идешь? Нет, он не собирается отправляться домой. Давай мы отправим его домой. Как тебя? Веселые действия, дружелюбные. Другие. Просить присоединиться к семье. Блин, нет. Ну, это не то. Ладно. Ну, хотя бы он нас не видит. Он не в бункере. Давайте запрем двери для всех, кроме членов семьи. Так, запереть для всех, кроме членов семьи. Это все, конечно, невероятно прекрасно, но он мне тут сейчас не нужен. Мать, нам нужно прослушать этого мужчину. Поэтому наряды сменять одежду на обычную. И садимся прослушивать. Женщина, подъем. Так, вот это подъем. Садимся прокачивать программирование. Пожалуйста, девушки, практиковаться в программировании. Так, а мы садимся прослушивать вот этого мужчину. Хотя он там у нас наверху. Блин, наверное, это... Ну, ладно. Ладно. Будем... Сделаем вид, что он не у нас наверху. Окей? Ладно. Давайте сделаем вид, что мы его не видели. Давайте сделаем вид, что он просто сейчас разговаривает по телефону с кем-то из своих коллег и что-то обсуждает. Он такой, я тут заехала навестить свою беременную подругу, но мы сейчас с вами перетрем за работу. В общем, вот так вот. И чего? Прослушивается? Прослушивается. Судя по звукам, которые доносятся из прослушивающего устройства, такое ощущение, что она прослушивает кого-то в душе. Такое ощущение, что она прослушивает кого-то в душе. Ну что? Приказ с самого верха. Никого в лабораторию не пускать. Она получает еще один... Еще один доказательств. Пойдем? Он ушел. Поэтому мы его и прослушивали. Он уходя разговаривал с кем-то. Барный стул. Барный стул барным стулом, потому что нужно качать навык, иначе мы не сможем ничего сделать. В это время сеструнде, у которой у них к черту досуг. Я не знаю что. Я не хочу, чтобы ты играла. Потому что если ты будешь играть, у тебя программирование не будет практиковаться. Давай сходим. Давай сходим наверх. Должен быть друг. Да что такое? А почему он не работает, ребят? Он забаговал, что ли? Он забаговал? Блин, я хочу дуршлаг на голову. Как жизнь несправедлива. Как жизнь несправедлива, ребята. Почему, когда я могла это, ну, когда я могла это купить, и никого не было, а теперь я не могу, а теперь, даже нет. Почему, когда я не знала, как это сделать, и это было доступно, а сейчас, когда я знаю, это недоступно. Так мне жестоко, слишком жизнь. Ну ладно, тогда остаемся качать программирование. Сегодняшний день пролетит, скорее всего, для вас незаметно, потому что одна будет качать программирование, а вторая будет качать навык механики. И мы с вами встретимся уже, наверное, когда сможем отправиться заново в лабораторию. Подождите. Да, здравствуйте, здравствуйте. Давайте мы попросим у него еще доказательства. Может быть, он нам еще что-нибудь даст? Я в любом случае хочу собрать все вот эти жизненные цели для обеих девушек, чтобы просто получить баллы. Я вообще, ну, это делаю именно для того, чтобы получить баллы, которые мы потом сможем потратить на что-нибудь интересное. Кстати, давайте мы сейчас потратим это на что-нибудь интересное. Чего же далеко ходить? Здесь точно есть обольстительное. Две с половиной тысячи. Нех, две с половиной тысячи. Невероятное дружелюбие. Две тысячи. Абсолютно все на первых минутах знакомства. Ну, давайте возьмем пока невероятное дружелюбие. Да, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Давай, иди сюда ко мне. Иди ко мне. Пообщаемся с этим мужчиной. Я хочу поговорить про страну деревьев и, может быть, еще вытрости из него какую-нибудь информацию. Она прям переоделась в жаркую одежду. Женщина, у вас тут как дела? У нее, кстати, у нее, кстати, получше все с баллами. Видимо, мы не тратились особенно. Что мы можем ей взять беззастенчивая? Никогда не смущается. Она, кстати, шай. Ну, в смысле, она застенчивая как раз. Да? Скромная, застенчивая. И она гик. Жаропрочная, закаленная, независимая. Одиночий уровень потребности вообще не снижается медленно. Вот я бы взяла ее независимая, потому что она очень, ну, вот такая вот. Мне кажется, да. Она прям противоположность своей сестры. Поэтому давайте возьмем ей независимая. Огонь. Она программирует, потом еще попрограммирует. Ей в целом, мне кажется, шикарно сидеть дома и программировать, играть. И вообще прекрасно. Вот, смотрите, у нее все шикарно. Так, как дела? Расскажи-ка мне что-нибудь. Расскажи мне что-нибудь. Что он мне сказал? Офицер запаса, пятый уровень. И военные более высокого уровня могут получить магнитный ключ от закрытой зоны в лаборатории. Просто воспользуйтесь компьютерами, чтобы отправить заявку на магнитный ключ и получите его в почте. Поговаривают, что обычные граждане тоже могут их получить таким-то образом. Мы не можем получить, мы не будем военными, это точно. А может мы его пошантажируем? Давайте подбросим его мужичок и пошантажируем его. Я не знаю, как это выглядит, правда. Скорее всего, это испортит нахер наши отношения. Но мне очень сильно хочется, потому что мне прям мозолит глаза. Давайте посмотрим, как выглядит шантажировать. Ну, нет, вот так не слышно ничего. Эндрю Брэдли не заметила, как она ему подкинула шучек. И что, 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 отношения испортились. 132 миллиона! Эндрю Брэдли не в восторге от шантажа, но все же оторвало сердце дорогие симолеоны, чтобы запись не попала ни в те руки. А, то есть шантаж, это именно из-за того, что мы его... Давайте еще раз пошантажируем. У нас отношения портятся, я понимаю, но он дает нам симолеоны. Видимо, из-за того, что мы его прослушивали, можно шантажировать того, кого ты прослушивал. Блин, вот это офигенно! Ну, чуть-чуть испортилось, зато еще 39 миллионов, да. Ладно, все, давай мы с тобой поболтаем. Сделать предложение, это будет просто из огня до в племя. Просто женщина, вообще, а Рива, она его шантажирует, потом шантажирует, потом обольстительный поцелуй, потом такая, вообще-то, я тебя забеременела, все дела. И вот это просто, вообще, это просто... Господи, я даже запуталась. В ход пошли вообще самые запрещенные приемы, но нам еще нужно возобновить барный стул. Давайте проверим, как наша мадам... Ева звонит. Что хочешь, мамуль? Мамуль уже ничего не хочет. Пока я ей отвечала, она нас проигнорила. Так, нам нужно подслушать. У нее тут целых три человека, и один из них в нее влюблен. У-у-у, какие суперсекретные сестрички. Давайте начнем с Трависа Скотта. Ну, сначала, подождите, она сейчас немножко попрограммирует, а потом прослушает. Нет, давайте сначала попрослушиваем, а потом попрограммируем. Я хочу получить информацию, и потом обдумать эту информацию. Здесь у нас семь из пятнадцати. Ну, Эмилия, конечно, тащит в этом плане. Она разговаривает с братом, да? Давай мы отправимся домой. Иди. Пока-пока. Блин, он суперсимпатичный. Мне нравятся такие мужчины. Но не вижу никаких проблем в том, чтобы его пошантажировать, как сказать. Вот. Так. Что мы получим? Она подслушивает какой-то разговор. Блин, вообще-то вот этот установка для подслушивания вообще такой кайф. Я когда проходила, я не подслушивала никого. Так. Ну. А, боже мой. Купить жучки. Кайли Брэдли. Блин, мы очень долго будем их прослушивать. Да-да-да, это надолго. Ну, давайте тогда, да. Чуть-чуть попозже к вам вернусь. Расскажу, что мы успели у нас... Что нам удалось подслушать. И что... Чего мы добились. Ну, пока что, пока что... Стрэнджер Виль, закрепленная запись. И, мадам, у нас восьмой уровень навыка... Нет, восьмой уровень навыка механики только что был. Так что мы очень быстро движемся к нашей намеченной цели. Мужчина отправляться домой не собирается. Он, короче, не хочет нас бросать. Ну, ладно, пусть не поболтают. Погода-то хорошая. Четыре часа дня. Так, вдруг с дуршлаком на голове так и не появился. Это какой-то Динамо, если честно. Я вообще не понимаю, как это происходит. Ой, ну ладно. Я к вам чуть-чуть попозже вернусь. Итак, доброе утро, Вьетнам. Беременная мадам стирает. Держу вас в курсе. Так, это не туда. Что у нас по детям? Она уже скоро рождает. Я все пропустила. У нее, в общем, навык механики. Она сейчас прямо сейчас качает фитнес. Вообще, женщина молодец вообще. Так, у нее навык механики. Механика-механика. Девятый. Все ок. Сейчас она достирает, приберется. И мы поедем в лабораторию, пока ребенок не родился. Пока мы не можем... Ну, как бы, пока нам не надо далеко куда-то отлучаться. Пипец. А, кстати, как ребенка-то оставлять? Мы, видимо, будем... Одна Джена будет... Ой, я вообще не продумала этот момент. Я вообще не продумала этот момент. Она выспалась. Давай ты покачаешь еще... Программирование. Программирование у нас. Кулинария. Сейчас, сейчас, сейчас. Программи-ра-ми-е. Я пропустила. Так, логика подросла. Где программированный, блин? Ее, ты, блин. Программирование. Седьмой растет. Ок. Блин, я что-то вообще не продумала ситуацию, что если Эмилия родит, то она уже особо-то и не сможет ничего делать. То есть, ей нужно будет оставаться с ребенком. Блин. Ну, тогда нам точно нужно будет с Дженой качать отношения со всеми остальными, с кем мы познакомились. И после этого, ну, как бы просить их помогать нам бороться с растением. То есть, я чисто интуитивно, не зря Дженну привлекла к тому, чтобы она общалась с местными людьми. Там минимум три Сима нужно, чтобы мы могли победить растения. Но вот в целом, Эмилия, скорее всего, отвалится, как-то, как беременная женщина. Вот здесь есть четыре мужчины военных. Плюс еще, ну, как бы она со всеми военными пообщалась. Видимо, придется, наверное, взять Эндрю, Кайла, так как у него есть к нам романтические отношения. И мне нравится вот этот Артур. В целом, наверное, должно хватить мужчин для того, чтобы победить растения. Но, конечно, это будет на более поздних порах. Слушайте, ну, пока нормально. Так, блин, 6 утра. Я жду друшлаг на голову. Я так хочу этот друшлаг. Вы не представляете, ребят. Я уже, если честно, себе хочу такой друшлаг. Я очень жду, когда у нас лавка откроется. Где лавка? Вот лавка. Блин, лавка, пожалуйста, откройся. Ты не представляешь, насколько сильно мне нужен этот козраный друшлаг. Так, ладно, здесь она программирует. Я не буду ей мешать. Так, сменим воду. Как состояние? Как состояние у нее? Она очень реально любит фитнес. Я не знаю, может ли Сим быстрее рожать, если начнет... Да, во время беременности. На первых этапах беременности она могла это делать. Видимо, дальше уже нет. Как нам поднять досуг? Почитать книгу. Давай почитаем книгу про... Так, про воспит... Ой, нет, том третий. Какой том третий? Ты чего? Том второй? А где мы первый том бросили? А мы что, бросили первый том? А вот первый том. Господи, наконец-то, я нашла его. Так, давай почитаем книжку. Это должно поднять тебе досуг, пока твоя сестра программирует. Вообще, мы ждем 9 утра на самом деле. Давайте мы отойдем просто неистово, потому что мы ждем 9 утра. Я хочу отправиться в лабораторию и добить все подсказки. Да, мы даже сегодня досье собрать не успеем. Нам нужно просто добить все подсказки. Мы все подслушали, у нас больше нет никаких вариантов. Так что нам просто нужно отправиться взломать компьютер, все посмотреть. И после этого, наверное, мы уже сегодня родим и разойдемся. А досье уже будем собирать по отдельности, девочки будут. Я их так неистово мотаю. Она даже спать хочет. Блин, ляг спать, пожалуйста. Ляг поспи. Так, Вен Дэвис. Вы можете поверить в то, что мне удалось усновить малыша Жене. У вас там чего? Ну, давайте отправимся. Да, давайте возьмем с собой Эмилию. Раз уж они нас зовут, мы окажемся у них в военной базе. Там рядом можно будет купить дуршлаг. Да, и мы еще успеем немножко у них выведать информацию. А может быть, мы им еще и жучки подселим. Сегодня нужно все собрать. Я надеюсь, что Эмилия не уедет рожать прямо отсюда. Так, малыш, ты где мой любимый? Подожди. Где мой любимый мужчина? Вот он. Так, давайте мы его добавим в группу. Нет, давайте сформировать группу. И мы его позовем поболтать. Так, 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 так. Сейчас еще секундочку, секундочку. Не переключайтесь. Не переключайтесь. Сформировать группу. Добавим его. И пойдем поболтаем куда-нибудь в укромное место. Идти сюда вместе. Дженна, пожалуйста, скажи, что дуршлаг нам дадут. Да блин, ребят, а в чем дело? А почему нет дуршлага? А почему они не работают? Не говорите, что у меня игра забаговала. Пожалуйста, не говорите, что у меня забаговала игра. Блин. Я сейчас заплачу. Правда. Но я расстроилась очень сильно. Так, давайте сразу жучок ему подсадим. Мы сейчас явно полезем к нему обниматься. Поэтому и запросим доказательства. И польстим ему. Кого они тут усыновили? Нифига себе, ребят, вы даете. Или кто-то от кого-то родил. Потому что это очень похоже на то, что кто-то от кого-то родил. Может быть, вы... Светлана Дэвис. Дэвис? Подождите. А, ладно. Дэвис это ее фамилия. Но это все равно не освобождает нас от подозрений, что кто-то от кого-то здесь успел родить. Эу. Так, подожди. Иди сюда. Иди сюда вместе. Я тебя бросила. А, нет. Давай мы тебя подкараулем вот здесь. А ну, идем сюда. Тебе тоже нужно... Так, сейчас мы будем трясти его просто по максимуму. Просто по максимуму трясти. Говорит. Так, а ну, просто выкладывай все. Я сейчас рожу. Выкладывай все. Всю информацию выкладывай. Всю. Просто все. Я знаю все. У меня уже есть 9 доказательств из 15. Выкладывай все, что ты знаешь. Пора. Самое время быть откровенным. Самое время быть откровенным. Давай. Надавили на мужчину. Чувствую себя некомфортно, что мы надавили на мужчину. Но, ладно. Справедливости ради. Не то, чтобы прям сильно некомфортно. Я себя чувствую по этому поводу. Где наш молодой блондин шикарный? Где наш шикарный молодой блондин? Мы блондина потеряли. Ребята. Ребята, мы потеряли блондина. Да в смысле? Такой классный мужчина. Мне срочно он нужен. Подождите. Вот он. Шантажировать. Не, давайте поплируем с ним. Неужели у Джены тоже будет мужчина? М-м-м-м. М-м-м. М-м-м-м. Да-да-да. Я не думаю, что мы будем его прям прессовать. Но в целом романтика, романтика неплохая. Так что да, палить наряд. Все дела. Шантажировать. М-м-м-м. Так, романтика. Давайте еще выберем флиртовать. Так, мы давим на мужчину. Я давлю на тебя. Давай. Узнаем, как прошло делать на всякий случай. Нам нужно три доказательства. Ну, рассказывай все. Выразим восхищение. Так, нравятся идеалисты. Не персонаж, а шедевр. Похоже, Джена подружилась с идеалистом. М-м-м. Ну, наверное, да. Да. Мне показалось бы, что, наверное, подходит. Так. Запросить магнитный ключ. Мы больше не можем из него ничего вытрасти. Так, а ну вытряхивайся. А ну вытряхивайся, говорю. Так. Блин, он реально больше никаких вариантов таких, чтобы, типа, прям... М-м-м, попросить. Говорить о Стрэнджер Вилле только. Так, а ну вытряхивайся. Просто говори о Стрэнджере Вилле все, что ты знаешь. Мы, правда, больше не можем из него ничего вытрасти. Потому что здесь происходит, но мне не следует об этом говорить. В смысле тебе не следует об этом говорить? Она сейчас рожать начнет. Я шантажирую тебя тем, что я начну сейчас рожать. Не, ну это... Мы даже... Мы даже... Подождите, у нас даже нет ни одного жучка, да? Нет, у нас есть жучки. Мы ему подкинули жучок. Может быть, в уху в палатке тебя разговорит? Может, в уху в палатке разговорит? Хотя, мне кажется, я не уверена, что ей стоит этим заниматься напоследствием. Да, все, мы больше не можем из него ничего вытрасти. Так, давайте, настало время откровенного разговора. Ребят, мы знаем, что здесь происходит. Давайте, выкладывайте все. Выкладывайте все. У нас уже 11 доказательств из 15. Отворачиваться просто бессмысленно. Мы уже все знаем. Давайте, говорите. Ну что? Телевизор они смотрят. Давай, запроси доказательства. И запроси доказательства. Раз уж мы здесь все собрались, все взрослые люди, мы все... Мы все понимаем, что происходит какой-то звездец, и нам всем нужно здесь со всем этим делом справиться. Так что давайте. Так, говорите, Стрэнджери Вилли. Частично доступный отчет. Ну все, они начали выкладывать нам всю информацию необходимую. Начали выкладывать информацию. Так. Ничего себе, Кайл. Брэдли хочет следующий шаг. Сделал следующий шаг и согласиться лежать на стать парой. Офигеть. Вот это девочек в этой серии, конечно, понесло. Последняя. Последняя. Женщина. Блин, кого последнюю добыть информацию? Последнюю, ребят. Расследование Стрэнджери Вилли. Нам нужен магнитный ключ, ребята. Вы прикиньте, последней информации нет. Ладно. Так, давайте сделаем по-другому. А ну иди сюда. Иди сюда. Будем тебя подслушивать тогда. На всякий случай. Боже мой. Ничего себе. Подождите. Она на последних сроках беременности. Она на последних сроках беременности. Так. Она пошла смотреть. Куда ты пошла смотреть? Не-не-не. Не-не-не-не. Это не то. Подожди. Пожалуйста, не умирай мне тут. Пожалуйста, не умирай. Так, сходить. Видимо, Дженна пойдет взламывать одна. Да, Дженна, видимо, пойдет взламывать компьютеры одна. Хотя нам нужна Эмилия тоже. Вот же, блин. Вот же, блин. У нас прям патовая ситуация. У нас просто патовая ситуация. Ладно. Эмилия, иди в туалет. И мы отправляемся в секретную лабораторию на то, чтобы взломать последний компьютер и получить последние доказательства. И все. И все. Наконец-то мы получим все доказательства о том, что здесь происходит. Ну что? Слушайте, процесс взлома компьютеров самый долгий процесс добычи данных и какой-то информации. Серьезно. Потому что, ну правда. Серьезно. Проще всего копаться в вот этих бумажках. Интереснее всего, конечно, добавлять жучки. Ну, подбрасывать жучки. Это, конечно, более интересно, скажем так. Прям прикольно. Да, она будет взламывать очень долго. Тогда так. Ладно. Тогда мы идем по сокращенному пути. Ищем доказательства. И ищем доказательства. Нам два доказательства осталось. И женщина, которая сейчас просто нафиг чертям вырубится. Ой, давай ты нам кофе сделаешь. Давай ты сделаешь своей сестре кофе. Потому что у нас тут вообще просто патовая, супер, супер патовая ситуация, ребята. Так. Здесь все нормально. Кстати, да, все норм. Все в норм. Мы не успеем собрать досье. Так. Найдите доказательства Транжевиля. Зачем нажмите на него и в багаже персонажа, чтобы добавить доказательства? Транжевиля. Попробуйте начать искать доказательства Транжевиля. Так я же соб... Хорошо, окей. У нее есть 15, даже 16 доказательств. Составить тайное досье. А, так все просто. Даже... И этим тайным досье нужно потрясти перед мордой, чтобы нам дали магнитный ключ. Точняк. Последнее доказательство осталось. Последнее доказательство. И составить тайное досье. У-ху! Девочки, супер секретные сестрички. Кстати, у нас будет кофе? А я понимаю, что она сейчас начнет уже рожать. Хотя я хрен знает. Как обычно, я сейчас начну отражать. Да, у нее... Вон, видите, зеленое растет. Это значит все. Это все, как бы, типа, мы попали. Так, давай мы еще тоже кофейка дерябнем. Взять напиток. Что мы можем здесь сделать? Она пока, в мире, еще более-менее жива. Так, что мы с этим тайным досье можем сделать? Тайное досье. Переместить в мир. Нам нужно будет, короче, кого не шантажировать этим тайным досье, видимо. Для того, чтобы нам, наконец-то, отдали магнитный ключ. Нормально все? Когда ты рожать-то начнешь? Мы успеем пошантажировать их? Или не успеем? Я не знаю. Я не знаю. Ну, правда, на самом деле, может случиться все, что угодно. В плане, типа, она может рожать сколько угодно. Может до ночи рожать. Поэтому мы обратно отправляемся в лабораторию. Трясти мужчин для получения ключных карт. Магнитных ключей. И... Ну, все. Взламывать в лабораторию мы будем уже в следующей серии. Серьезно. Так, каждая девушка отправляется трясти своего мужика. Первый поцелуй. Сначала первый поцелуй. Потом запрашиваем магнитную карту. Вторая. Где мужчина? Девочки, как на ограблении банка? Зашли и вышли. Как на ограблении банка? Зашли и вышли. Серьезно. Давайте решаем проблемы. Так, тут народ целуется. Она, кстати, его еще прослушает, если что. Да, я помню, что мы дали ему жучок. Мы, конечно же, его послушаем. Потому что это прекрасная возможность следить за своим молодым человеком. А теперь отдай ключ. Слушайте. Мне бы, конечно, не стоило этого делать. Конечно, тебе же не стоило этого делать. Господи, шачки запотели от напряжения. Так, но мне кажется, что вы сможете разрешить эту ужасную ситуацию. Конечно, две девушки, которые просто приперлись в Трэнджер Рильс, могут разрешить эту ужасную ситуацию. Возьмите магнитный ключ. Он откроет двери в тайную лабораторию. Только будьте аккуратнее. После того, как мы закупорили двери, туда не ступала нога человека. Пиздец, нам что я могу сказать? Извините за выражение. Так, вторая. Это вообще безбашенная нахер. Она еще беременная. Просто такая типа... Ключ-то дай. Эу. Ключ дай. Отдай ключ. Она ему не дала... А, он ей тоже дал ключ. Все. Ключи отобраны у мужиков. Да? Что из этого ключ? Электронный тюбник? Нет. Подождите, как выглядит ключ? Вот. Нет, он нам не дал ключ. Давай. Я совсем разберусь. Если вас тут хреново туча военных разобраться не смогла, мы справимся. Не переживайте. Ну, слушайте, давайте, раз уж мы сюда пришли, давайте... В восторге описано, что хочет стать лучшими друзьями. И лучшими друзьями. И, короче... Короче, давай мы все вот это просто дело здесь отметим. Я уже все, к черту. Ребята, к черту, серьезно, правда. Я уже все, давайте. Мы получили ключ карты. Мы все сделали. Окей, давайте просто этим, так скажем, и закончим наш этот прекрасный вечер. Потому что что уж делать, если честно. Что уж делать. Знаете, я думаю, что на этой шикарной ноте мы давайте просто закончим эту серию. Родим ребенка уже в следующей. Правда, сегодня девочки жгли, как йокарный бабе. Ревнивая? Да ладно, давай ревнивая, не проблема. Сегодня девочки жгли у нас просто напалмом. Супер секретные сестрички добыли ключи. В следующей серии мы родим. А может еще и не родим, я хрен его знаю. И отправимся, наконец-то разблокируем эту сверхсекретную лабораторию. И продолжим воевать с этим растением. В общем, я жду вас в комментариях. Ставьте лайки, пишите комменты. И мы с вами увидимся в следующей серии. Все, всем пока. О, пошла добыча сверхсекретной информации. Все, информация добыта. Всем пока.